Ярмарка за один день. В этот двор пригнали строительный кран и засыпали траву щебнем. В планах установить бетонные блоки и плиты. Территорию готовят под сцену сельхозхозяйственной ярмарки. У нас есть все разрешения на ярмарку. Срай администрации, сельсовета. Не кричи, я же говорю. Есть эти все разрешения. 30-го проведена ярмарка, все уберется. А что дальше здесь будет? Дальше будут здесь. Здесь будет аллея благоустроенная. И мы принимаем, сейчас делаем опрос общественного мнения. То ли будет детское кафе, то ли будет спортивный комплекс с плавательным бассейном. В вопросе проведения ярмарки люди разделились на два лагеря. Одни против, другие за. Тех, кто против, оказалось больше. Они начали протестовать и требовать документы на проведение ярмарки, но их так и не показали. Смотрите, сколько людей вы уже напрягли. А теперь скажу я вам. Я знаю, что после этой ярмарки останутся здесь столы, у вас тут будет рынок. И сюда будут, тут будут торговать мясом, шмяцом. А если не будет? Подожди, давай, если не будет. Да не надо со мной спорить, будет не будет. Я не спорю. Люди уже не первый год добиваются строительства детской площадки на этом месте безрезультатно. За сутки, получается, можно было организовать здесь ярмарку. А детскую площадку мы ждем уже 3,5-4 года. Все, по-моему, основания для того, чтобы здесь весь этот хипиш развести. Ну, как вы относитесь к этой ярмарке? Отрицательно. Я больше верю, что когда мы соберем подписи всех жителей здесь, во-первых, я еще не знаю, нормативные вообще какие-то нормы вообще здесь соблюдены, проведение ярмарки в жилом месте. Мы добиваемся 3 года, чтобы здесь сделали детскую площадку для пацанов, которым уже 10 лет и больше. У них ничего нет. Им негде создать. Ни камейки, ни дерева, ничего нет. Нам ставят условия руняком. Если вы разрешите нам незаконно построить кафе вот там вот у них, тогда мы вам все сделаем. Хотя это они должны были сделать, когда мы покупали эти квартиры. Протест жильцов в итоге подействовал на застройщика. Возведение сцены приостановили. Олег Байдалюк, Андрей Цыганко, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.